Всем привет, ребята, с вами Хьюго, мы с вами продолжаем проходить модификацию Билл Отряд 2.0. Давненько мы с вами не играли, я даже на самом деле немножко даже подзабыл, что у нас было вообще в самой последней серии. Насколько я помню, мы с вами находились в путепроводе Припять-1, с помощью которого мы каким-то магическим образом попали на нижний уровень, сейчас вспомню, как называется, Венца Круг. Вот, и после которого мы с вами уже со Стрелком добрались до Скадуска, где у нас был какой-то сигнал о помощи. Что за сигнал, как говорится, я еще не совсем разобрался, но давайте постараемся в этом что-то узнать. Так, Ковальский, Дегтярев, Тарасов. И там Стрелок сидит. Че тут за терка у вас происходит? Гарик, Стрелок, ну вы даете, да зато он добрались, рад вас видеть. Взаимно, а как вы сюда добрались? Нас в Тарас подбросил сюда, ведь старый проход зарос аномальными, старых путей уже нет, так как вы сюда добрались? Через путепровод, знакомо это место? Конечно, знакомо, я сам когда через него в Припять шел, хм... Скорее всего, в этом путепроводе можно попасть почти в любую точку зоны. Счеты взял, советские власти предусмотрели и все. Ладно, давай потом об этом. Мы со Стрелком услышали сигнал о помощи, что случилось? А нас тут частенько бандиты нападают, а Ковальский начал всем сигнал в СОС отправлять, бывает. А можно знать, что вы здесь ищете? Ну, как тебе сказать? Пошли поговорим в сторонке. Типа, это настолько секретно, что даже ни Тарасову, ни Ковальскому это слышать, типа, нельзя, да? Понятно все. Секретно. Слишком секретно. Так, ну, как я понял, ребята, Скадос, как и Прачечная, в принципе, ну и так же, как и Янов, полностью вымерли. Вообще, буквально все, кто здесь был, покинули ее. Причем, сейчас, заметьте, 4 часа ночи, все сталки должны быть на этом лагере быть. А их тут нету. Странно как-то, да? Так, ага, теперь у нас Ковальский выступает в роли торговца. Понятно. Тогда мы, в принципе, можем что-то продать. Так, давайте мы тогда дадим где-то примерно вот столько вот патрушек 5.45. Детектора дадим. Так, взамен я у тебя возьму вот тут немножко КФТ-2000 патронов. И, 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 в принципе, в принципе, на этом все. Так, а Тарасов что у нас тут делает? Так, ага, у него функция как торговца, который, ну, который, да, торгует провизией. Так, а стрелы тогда что получается у нас? А, он ремонтник. Он ремонтник. Ну, да, давай почини ко мне всю снарягу. Он еще за это, оказывается, деньги берет? Я-то думал, ты как Тарасов там в Припяти на халяву все починишь. Эх, ладно. Ладно, всем, в принципе, деньги нужны, так что на это можно не обижаться. Так, ну давайте тогда калашик скинем тогда пока что сюда. Вот, так как у меня и патронов для ФТ-шки вроде более-менее нормы, и для дробовика тоже вполне себе хватает. Так, это я выложу, а это сейчас кушаем. Так, отлично. Просто зашибись. Ни сычайни, то никого. Вообще, ни шустрого. Вообще, куда здесь все пропали? Непонятно. Ну, привет! Вот все-таки сегодняшний год прошел, насколько я помню по сюжету этого мода. Приветствую. Готов слышать? Ну, конечно, выкладывай. Мы ищем простое оружие, газ, винтовки. Нам нужно много таких, потому что от прачечной скоро ничего не останется. Что-что? Поподробнее, Гарик, объясни ситуацию. Скоро будет срыв на прачечную, а потом у нас есть остальные лагеря сталкеров. Я не могу это так оставить, поэтому мы ищем оружие, которое можно отбиться от всех мутантов. Видишь ли, мутанты будут непростые. Наше оружие не спасет. Бред какой-то. Предположим, что это так. Где ты собираешься искать галстинтовку? Хотя, постой, точно. Пару лет назад я был в одной лаборатории на территории Железного леса. Точнее, под ней. И, по найденным данным, я понял, что там испытывали и создавали это оружие. Отлично. Значит, нужно исследовать это место. Не торопись. Там герметизированная дверь. Чтобы ее открыть, нужна карта доступа или пароль. Карта доступа осталась на большой земле. У аналитиков и СБУ. Хм. Узнать бы резервный пароль. И где предлагаешь искать? Когда был взрыв на ЧАЭС, все военные проезжали через тот мост. Мост Пробеженского. Возможно, в тех машинах, которые так и не доехали, может в них осталось что-нибудь важное. Ищи документы с приказами и распоряжениями. Я думаю, там что-нибудь да есть. Понятно. Что найдешь, то есть и сюда. Так, ну сейчас 5.20. Так что я пойду, наверное, посплю. Потому что не хочу вообще никак бегать ночью. Так я очень большой, да скажем, небольшой, точнее, фанат этого дела. Так, ладно. Утро уже наступило. Давайте покушаем с вами. Ну понятно. Чтобы нам найти галсвинтовку. Либо что-то новенькое узнать о ней. Как она вообще производилась и тестировалась. Нам нужно снова добраться до той лаборатории секретной, которая находится под Железным лесом. Или же на территории этого Железного леса. Но, блин, были бы здесь сталкеры какие-нибудь, я бы уже, не знаю, заплатил ему там 500 рублей. Или дал там бутылку водки. Они бы меня в два счета бы тут довели. Но в этот раз придется идти на своих двоих. А, стоп, подождите. Мы сначала с вами идем на мост Пробеженского. Я уже забыл за документами. Понятно, понятно. Я уже тут что-то на примык прям так думаю. Так, ну подождите. Здесь кто-то есть, судя по радару. Ага, бандиты. А, они здесь враги. Я же забыл в этом моде. Так что бандитов мы с вами убираем. Благо у нас винтовка хорошая. Долбит очень мощно. А самое главное точно. Так, ну в принципе, ребята, я даже лутать не хочу. Я знаю, что вы все бичи. Ну так, буквально гляну, у вас что там по карманам. Ну ладно. Артефакты, думаю, можно забрать. Это все-таки не настолько бичарские вещи. Хотя, по сути, кому-то продавать-то их. У меня и денег вроде, в принципе, более-менее. Так, норм 130к. Так что ладно. Можно бандитов даже вообще не лутать. Так, а хотя бы, не знаю, мутанты какие-нибудь есть на этом? Там, как там, в Затоне, в Затоне, да. Так, тут опять появился, наверное, да. Так, вот еще бандиты там идут. Так, ну понятно, Сказовск такой превратился как в... Ну помните, вот было болото в чисто небе. Вот что-то типа такого, наверное. Сейчас из себя представляет Затон в этой модификации. Такой мрачный. Есть всего лишь одно единственное место скопления сталкеров. А именно Сказовск, а там сейчас находится у нас только 4 человека. Вот, а вся остальная территория, это... Чисто заброшенная местность с бандитами и, наверное, мутантами. Мутантов пока еще не видел, но слышал ночью, как там кто-то их убивал возле сгоревшего хутора. Так, ну вот этот мост. Так, понятно. Я понял. Понял, принял. Так, я, наверное, пожалуй, залутаю все вот эти вот военные транспортные средства, чтобы ничего не упустить. Так, вот какие-то документы. Внутреннее распоряжение номер 423. Так, приказ номер 562. Ключик. Кстати, так, ключик, ключик. Принести документы Дегтярева уже, что ли? Я-то думал, надо все документы собрать или какой-то конкретно найти. Но все-таки я сдержу свое слово. Я обыщу все вот эти военные конвои. Точнее, весь этот военный конвой. Вот, и может быть что-то интересное новое я здесь найду. Так, аптечка, бинты, патроны 545, РГД-5. Это мне ничего не надо. Абсолютно. Так, 939 тоже мне не надо. Так, вот сюда мы еще залезем с вами. Так, АК-74 тоже не надо мне. Так, вот здесь что у нас? Патроны, патроны, патроны. Не надо ничего. Так, кто-то появился рядом со мной. Кто-то здесь есть. Скорее всего, наверное, потом заспанились. А нет, стоп. Еще бандиты. Ну, хотя бы не рада то, что здесь есть кого поубивать. На этой локации, нежели на окрестностях Юпития. Там были только тупые зомбированные. В тоже весьма больших количествах. Но их убивать не так прикольно, как бандитов, на самом деле. А давайте, кстати, глянем, что у них есть. Это вроде как даже не мастера, а ветераны. Ух ты. Обалдеть, четыре артефакта. Где он только их нашел? Я офигею из этого. Обалдеть, вот это жирная бандита. Вот это реально жирная. В хорошем условии этого. Так. Наемников нету, как я понимаю. Да, на этой станции переработки отходов. Наемники либо уже перебыты Дегтяревым, либо они ушли отсюда. Так как делать здесь особо ничего. Так. Так, так, так. Мы с вами нашли только две папки пока что, да, с документами. Так, давайте, сохранимся. Вот, помнится мне здесь. Так, там тайник лежит ненужный. Вот здесь должен быть УАЗик какой-то с сейфом. А, вот он. Есть. Так, ого. Так, военное распоряжение 423. Я вроде только подбирал уже, нет? Да, у меня теперь две штуки. Видимо, резервная копия. Если одна потеряется, то вторая доберется до владельца. Или, ну, для кого там надо. Так, и у меня есть два ключика. Конечно, зря надеяться на то, что разработчики засунули в этот ящик с баллоном что-то новенькое. Но все равно. Это, знаете, как на ход на дурака. То есть, ты, в принципе, знаешь, что там лежишь и не хочешь это даже брать и исследовать. А вот вдруг туда что-то запихали новенькое. Новенькое что-то даже не догадываясь. Так, потом вот зеле или не знаю, что это такое. Есть точно еще документы. Вот они. Так, что это у нас такое? А, еще третья папка. Третья копия. Их, видимо, там делали просто Ctrl-C, Ctrl-V. Так, К-74У, патроны. Вот ящик. А нет, здесь находится все так же баллон с газом. Понятно. Значит, мы его трогать сам не будем. Нафиг он нам не нужен. Но по крайней мере я буду надеяться, что он не нужен будет в этом моде. И, в принципе, да, все тогда. Можно тогда идти на скудоску уже. Давайте пойдем по нестандартному пути, который я очень редко использую. Так, ну тут иников, наверное, тоже вряд ли. Есть. Так, ладно, давайте пойдем в сторону Скадовска. Вот здесь обычно, не знаю, воспалится мутант, а почему-то здесь вообще никого нет. Вообще, днем я не вижу ни одного мутанта. Вижу только дурацкие скопления. А, вот сталкивания наконец-то идут. Ребята, как я рад видеть? Как ты... Как я просто рад видеть, что даже ты заговорился уже. Слушайте, ребята, вы можете меня довести до Скадовска? О-о-о-о. О-о-о, респект. 400 боей. Дядь тебе 800 дал. То, что я увидел в живое лицо уже. Так, отлично. Мы на Скадовске. Так, ну, как видите, что-то как-то здесь даже какая-то жизнь происходит. Там перестрелка идет. Судя по звукам, даже бандиты где-то рядом есть. Ну ладно, не так сильно важно это. Ребята, я жив, цел, здоров. Вы могли бы даже порадоваться за меня. Кстати, да. Кому здесь можно артефакты продать? Наверное, тебе, Ковальский, да? Наверное, скорее всего, тебе. Охренеть. 12к за колобок. 6 за лунный свет. 4 за умать мясо. 3 за каменный цветок. По 12 за пузырь. Или за... Да, за пузырь. И выверт 8к. Ну, неплохо так. Маленькая ходочка. 57к на изи подняли. Нормально. Я так считаю. Так. Вот я смотрю, что на этой комбе смерч. Не знаю, вроде... Вроде крутой, судя по виду и по описанию. Ну и по статам. А что-то брать как-то не особо хочу. Все-таки у меня тут полностью прокачанная сева, но... Я ненавижу севу именно потому, что у нее очень слабая броня. Вы видите, буквально... Не знаю, тут четверть, может быть, этой полоски броня. И меня на мастере абсолютно любой бичарос калаша буквально с очереди сносит. Что меня, короче, просто ввишет порой. Так. Документ у меня, смотри. Так, потеряны все распоряжения. Все мои три штуки. Этого и этого. И еще ключи у меня забрал. А ключи-то зачем? Непонятно. А ну-ка давай-ка сюда. Вот и предположение. Тут пароль. Хорошо. А у меня еще 45 за это долга. Зачем? Непонятно. Тогда в путь. Можно, как только Бош готов, вдвинемся. Хорошо. Я готов. Пошли. Уверен? Так, да, уверен. Уверен, что я беремен. Так, ага. Нас кинуло телепортом прямо на железный лес. Так, вот мы на месте. Всем проверить оружие. На готовность 15 секунд. Двинули. Так, сейчас. Ага. Вот, держи. Тут я написал пароль от двери. Пошли. А, нам пароль еще дали. Я-то думал. Так, расскажут на словах. Да, мы их и введем. Эти все пароли ваши. Секретные. Так, тут у нас в этом, помню, грузовичке что-то было. А, опять патроны для винтореза. Я уже начинаю жалеть о том, что я винторез выложил на окрестностях Юпитера. Вот тут патроны для него просто гора. Ну, как не гора, но просто в тайниках очень часто они попадаются. Так, там, ребята, осторожно. Там аномалия. Не пораньтесь. Ноги, руки и туани совать. Так, полтергейстов здесь нету, да? Как бы у него высокое напряжение. Опасно для жизни. Ну, напряжения здесь, наверное, скорее всего, уже лет 40 нету. Так что для жизни это вообще никак не опасно. По крайней мере, я вижу то, что трупы здесь точно никто не убирал. Сначала, наверное, еще зоопри пяти. Так, Кавайский, Тарасов и Стрелок. Приквайте. Вход. Гарик со мной. Точнее, Гарик за мной. В чем, а то мы вдвоем пойдем? Ладно, что. Я так-то могу и один там справиться. Там вроде не сложно. Так, а вот и дверь. Води пароль. Так, а как у нас тут? А, понятно. Пароль вводится как в ТЧ, да? Так, и какой же пароль надо вводить? Так, а, из пароля 1422. Я бы ввел, конечно, 1488, но 1422. Так, хорошо, дверь открыта. Проверить там все внутри. Так. Ну, понятно, все, как всегда, остаются в тылу, и я иду в само пекло. Из-за этого я люблю сталкер. Опять высокое напряжение. Так, а мне, как я понял, нужно попасть в то самое помещение, где у нас был Дегтярев уже, да? А там дверь совершенно не открыта, просто так опять ход надо рука. Так, дверь нельзя открыть с этой стороны. А если я сделаю так, дверь тоже не откроется, да? Видимо, в этой версии уже они пофиксили эту штуку. Ну, ладно. Придется идти старым добрым дедовским способом. Так, ну здесь зомбированных нету, видимо. Дегтярев здесь реально был. Он тут всех перестрелял в этих зомбированных проклятых. Так, и псевдомудака, наверное, здесь тоже, скорее всего, уже нету. Так, вон там есть этот образец здоровый, галсинтовки. Так, ну, судя по всему, здесь довольно-таки тихо. Тихо и очень приятно. Так, какие-то брупельские текстуры вон. Ну, ладно, что, полезет туда снова наверх. Другого, как я понимаю, здесь пути нету, здесь все двери закрыты. Если только через эту дырку, так там фиг залезешь. Потому что физика сталкера не позволяет это сделать. Так, я-то, конечно, понимаю, что здесь есть парочка тайников, но они мне вообще здесь не нужны. Ну, абсолютно, то есть. Я, конечно, могу их показать вам, но... Допустим, здесь вот лежит вот протекта. Вот, и лежат бойник. Вот, а где-то здесь, вот рядом со стеной, вот, лежит тайник монолита. Вот там, не знаю, галсинокумулятор, точнее, галсинокумулятор лежит. Но нужен он для мне. Галсинтовки у меня все равно еще нету. Так что, ладно. Если надо будет, я не засквариваюсь. Я поищу все эти тайники. Заодно вам еще раз... Я покажу еще разочек. Так. Тут у нас ничего нет интересного. Ни каких-то тайников. Так, ну чего? А, снова-то папку надо брать, да? Так, знал, знал, что все здесь не густо. Так, Гарикс, иди сюда. Походу, там кто-то напал на нас. Монолит? Как вы думаете? Так, меня опять начинает шатать. Так, меня опять начинает шатать, так что я кушаю таблетки. А вот даже интересно, кто-то напал на нас такой. Судя по звуку, он-то походу на монолит. А, нет, стоп, это наемники. Это наемники, а что они тут надо-то? Они вроде же не так сильно увлекаются этими лабораториями всякими. Так, ладно, обыскать их не будем. Так, ага, они уже сами всех убили? Так, Гарик, дуй сюда, поварить надо. О, у них тут, кстати, артефакты есть. Так что... Вполне себе логично их можно полутать. Ладно, 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 сегодня будем больше трогать. Так, ну как я понял, наемники явно что-то искали. Вот, явно что-то им было здесь интересно. Ну что именно? Офига их тут было там. Штуку, я уже, я знаю, шесть насчитал трупов. Но убило только двоих. О, кстати, да, дай сюда. Мне это больше пригодится. Так, а у нас все живы-здоровы? Самое главное. Так, давайте проверять. Так, Ковальский, Стрелок. Стрелок, вот, Дегтярёв точнее. И, да, Тарасов с Пистоном. Все живы-здоровы. Слава тебе яйцам, а. Так, давай поговорим, что там у вас произошло. Так, ну что, нашёл что-нибудь полезное? Не думаю, сам посмотри. Так, потерянные документы изделия номер 62. Хм, и потом это не нужно. Гал с винтовки тут не оказалось. А вот новая наводка имеется. И что там написано? Написано, что все изготовленные образцы этого оружия принесли в лабораторию Х8. Ещё в 89-м году. А сегодня, какого у нас там в Припяти-то, футы, в Сталкере? 12-й вроде год. А, я ведь уже был там на днях. Я когда-то тоже и что-то ничего не нашёл. На тот момент я не пытался. Слишком большая путаница. Мы оказались в центре каких-то событий. Чтобы тут не произошло... Хм, погоди-ка, что здесь ищут наёмники? Даже не представляю. Ладно, пошли на Скадуск. Тут нам больше делать нечего. Ты прав, пошли. Но наёмники, скорее всего, что-то пытались тоже разузнать о всяких там лабораториях секретных. Там, ГАЛС-винтовка. Они же такие. Они же наёмники. Они, самое главное, что выполняют приказы каких-то высших чинов. Им-то, на самом деле, нас вряд ли найти все винтовки. Им главное найти какую-то информацию. Которая будет полезна их заказчикам. Так, значит, в чём проблема? Проблема в чём? Я не знаю, как мы будем убираться с изотона. Старых путей-то уже нет. А мой радиоприёмник накрылся. И что, уже ничего не сделать? Вообще-то, можно украсть его. По слухам, на территории станции переработки отходов, где сейчас орудуют наёмники, я просто уверен, что у них есть радиоприёмник. Сможешь его украсти или же прикрыть тебе спину. А я сам смогу, не нам ничья помощь, в принципе. Так что я пойду за приёмником тогда. Ну, я только что же был. Йоу. Буквально там минут 10. Я был в этой станции отходов. Там не было никаких наёмников. Там вообще никакой жирности не было. Только два бандита были. Такие прям мажористые. Так что, не знаю, какие-то там наёмники водятся. Но всё же. Но всё же. Как я понимаю, сейчас мы с вами будем направляться снова в Припять. В эту лабораторию. Ой-ёй. Ой-ёй-ёй. Собака Т-800. Собака Т-600. Всё. Собака уничтожена. Такая погода противная, а. Дождь. Гроза. Слякоть. Так. Стоп. Я тебя слышал. Вот, конечно, что мне ещё не нравится, то, что у ФТшки звук точно такой же приглушённый, как у Абакана. Тут вообще в этом моде какая-то проблема с некоторыми пушками, именно с их звуковыстрелами. Как-то так, короче, я-то всё приврал. Но вы думали, что суть поняли. Так что, вот такие у нас дела. А это у нас долговцы. А что, реально здесь долг делают? Сколько помню, долг сюда приходит на затон только после того, как главный герой заканчивал вообще всю игру, по сути. Здрасте. А чем мы тут делаем? Чем мы тут делаем-то, я не понял. Можешь потоковаться хочешь? А, ты обе чара. У тебя денег-то вообще нету. Ну ладно. А это вообще выскрите тут сидит. По-мужски. По-мужски вы мне, не знаю, помогли, что ли, там наёмников поубивать. Скорее всего, сейчас там будет дикая заруба. Но думаю, что на этом можно будет и закончить уже после этой зарубы с наёмниками. Так как чувствую, там будет снова долгий поход в Припять, в эту лабораторию. Там мы что-то, наверное, скорее всего будем искать уже новенькое. А именно винтовки Гаусса. Вот. И думаю, что там уже будет ещё очень-очень много чего интересного. Хотя мне говорит то, что я уже весьма так близко подорвался к концу этого мода. Но что-то пока что этого понять я ощутить не могу. Так, ну, пять человек наружу. Там ещё шестой по-любому, как всегда, будет стоять. Вот я думаю, по стелсу, может быть, украсть как-нибудь этот приёмник. Или же всё-таки по старинке. Перебью все наёмников. А, ладно, у меня чё, пушка хорошая. Давайте с вами ББшки даже зарядим. Всё-таки... Я их обычно заряжаю только по праздникам. А сегодня как раз тот самый черпабрит праздник. Так. Так. Но я пришёл за каким-то радиоприёмником. Потому что, ребята... Я прекрасно понимаю, что вам это не понравится, но... Не могли бы меня одолжить его буквально на пять секунд. Так. Как-то помню, что здесь можно было залезть. Ага. Сейчас мы можем сделать хоть камнём. Прямо залезть и к нём внутрь этой... всей станции. И буквально расстрелять спины им. Если, конечно, что-то получится ещё у меня. Так. Мне кажется, это не совсем хорошая идея была. Так. Самое главное этих ребят убрать. На скелетах. Так. А минус один. Но в БВшке нехорошо, так скажем... Заходит для них. И хорошо очень для меня. Так. Граната. Воу. Прямо сюда закинули. Даже оглушило немного. Не знаю. Вылезти, что ли, из этой трубы. А что-то мне здесь не нравится, на самом деле. У меня слишком маленький кругозор здесь. Ну давай, умри. Я целый магазин тебя садил всё-таки ведь. Так. Всё отлично. Там танки мёртвы. Танки мёртвы, точнее. Так что, можно, наверное, и понаглеть немного. Так. Понятно всё. Где-то он там по дуной ходит вот. А. Стоп. Вот он ходит где. Блин. Жалко, БВшки закончились. Так что... Покидая блайндами, через стенки уже не получится. Так, 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 так. Всё понял, понял. Я... Я не прав, ребята. Я был категорически неправ. Я это осознаю. Я это осознал. Так что... Паршоп понять и простить. А куда сиделись-то? Только что здесь были все. Так. Они меня снизу здесь простреливают. В офиге ли? Они меня с первого этажа простреливают. Нафиг я на балкон пошёл. На балконе, думаю, побезопаснее будут. Хотя... Хотя я... Как же я жёстко ошибался. Я понял, ребята, что я вообще занял очень неправильную позицию для себя. То есть я сейчас нахожусь буквально на этом последнем этаже в центре событий. То есть как буквально нахожусь на блюдечке. То есть меня видит каждый и простирает через этот сетчатый пол. Так же каждый. Гранату чуть не словил. Они меня тупо с МПП простреливают. С тупой МПП меня простреливают. И убивают. Потому что брони в Севе нету. Так что... Решительные действия. Я предпринимаю сейчас. Давай, залезай. Я просто... Я просто беру и сваливаю на первый этаж. И сейчас буду выносить с первого этажа всех. Вот, блин, сейчас бы не попадать там, не знаю, в упор. С одной из самых худших винтовок в игре. Вот там пропал. На КД он ушел, да? А я тебя подловил. И твоя дружка тоже подловил. Так, я там видел кого-то еще за углом. Ну, прям... Вот зуб даю. Вот реально, там кто-то есть. Еще там кого-то не было. А, так просто бочку взорвем. Почему бы и нет? Так, остался последний. Остался последний подс где-то. И у меня, пацан, для тебя есть... 40-миллиметровая... Игрушка. Это где есть-то? Он остался явно где-то на втором этаже. Вот, просто я уверен, что он там. Да, вот он, вот он, где-то посетился на карте. Но я его не вижу. А кто видит, дам просто 5 рублей. Прямо сейчас. Вот он. О, какая граната была. Какая граната была. Окей, господи бог, кинул ее. Теперь он внизу что-то уже делает. Вот я попал. Ты охерел? У тебя осколками уже разорвать было должно. Понятно, а граната говно. Ух, отлично. Итак, нам нужно найти какой-то радиоприемник. Так, ну, для начала... Ноутбук. Вот это нет. Это просто катарация. Так, это нам не надо. Да, успокойся ты уже. Все закончилось. Все нормально. Успокойся. Так, у этих ребят явно ничего интересного для меня нету. Единственное, что можно покушать. Так, а где этот радиоприемник? Он где-то здесь же находится. Вот он показывается мне даже. А, вот какая-то херня. Что это вообще такое есть-то? Какая-то панелька с... Спутниковой тарелкой. Так. А я не понял, это что такое-то? Алло? Чего? Твою мать, что происходит? Как я здесь очутился? Что, блин, со мной происходит? Понятно, короче. О-о-о, как мне повезло. Я нашел с того времени в треветельке, шо? Я ухожу отсюда. Я не знаю уж, как я здесь оказался. И что вообще здесь происходит. Но мне это никак не интересует. Я отсюда ухожу. Да, свидос просто. И снор, который сейчас здесь вылезет постоянно. Который заскриптован. Я не знаю, как я здесь оказался в натуре. Как я здесь оказался? Я телепортнулся как-то отсюда. Прямо сюда вот. В эту дуру. Как? Как это произошло? Белотреб, ты чё? Ты чё? Ну да ладно, ребята. В принципе, я понял, что задание выполнено. Осталось только что... Добраться до Скадовска. Отдать дегтяреву радиоприемник. И после этого, тогда мы с вами уже снова отправимся на Припять. Так что... Вот такие у нас дела. Ладно, давайте-то на этом моменте уже остановимся с вами. Уже продолжим проходить эту... Просто волшебную модификацию, которую телепортит из одного конца карты в другой. Буквально за одну секунду в следующей серии. Если вам понравилось это видео, то пожалуйста, ставьте лайки. Пишите ваши вопросы и мнения в комментариях. И также не забывайте подписываться на канал нашей группы ВКонтакте и в Стиме. А с вами был Хюго. Всем привет, я вам желаю удачи. Спасибо за внимание. И до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok